Глава 16. Против тех, которые говорят, что если человек из двух естеств и с двумя действованиями, то необходимо говорить, что во Христе было три естества и столько же действований. Каждый в отдельности человек, состоя из двух естеств, как души, так и тела, и имея их в самом себе в неизменном виде, естественно, будет называться двумя естествами, ибо он сохраняет в целости естественные свойства и того, и другого, и после соединения их. Ибо и тело не бессмертно, но тленно, и душа не смертно, но бессмертно. И тело не невидимо, и душа невидимо телесными очами, но одна одарена разумом и умом и бестелесно, а другое и грубо, и видимо, и неразумно. А то, что противоположно по сущности, не есть одной природы, следовательно, и душа, и тело ни одной сущности. И опять, если человек живое существо, разумное, смертное, а всякое определение изъясняет подлежащее естество, и согласно с понятием об естестве, разумное не одно и то же со смертным, то, следовательно, и человек, сообразно с мерой своего определения, не может быть из одного естества. Если же иногда говорится, что человек из одного естества, то имя естества принимается вместо вида, когда мы говорим, что человек не отличается от человека никаким различием естества, но все люди, имея один и тот же состав, и будучи сложены из души и тела, и каждый, будучи из двух естеств, буквально совершая два естества, все возводятся под одно определение. И не неосновательно это, так как и святой Афанасий, в слове против хулящих Духа Святого, сказал, что естество всех сотворенных вещей, как происшедших, едино, говоря таким образом, а что Дух Святой выше твари и с одной стороны, иной по сравнению с естеством происшедших вещей, а с другой составляет собственность божества, можно опять понять. Ибо все, что созерцается совместно и во многом, не принадлежа чему-либо в большей степени, а чему-либо в меньшей, называется сущностью. И так, потому что всякий человек сложен из души и тела, сообразно с этим, и говорится об одном естестве людей. Но говорить об одном естестве в отношении к ипостаси Господа не можем, ибо естества и после соединения в целости сохраняют каждое свое естественное свойство, и вида Христов отыскать нельзя, ибо не было иного Христа и из божества и из человечества, одного и того же и Бога и человека. И еще, не одно и то же едино в отношении к виду человека и едино в отношении к сущности как души, так и тела. Ибо единое в отношении к виду человека показывает совершенные сходства, находящиеся во всех людях. Единое же в отношении к сущности как души, так и тела разрушает самые бытие их, приводя их в совершенное несуществование в действительности. Ибо или одно переменится в сущность другого, или из них произойдет нечто иное, и таким образом оба они изменятся, или, оставаясь в своих собственных границах, они будут двумя естествами. Ибо по отношению к сущности тело не есть одно и то же с бестелесным, поэтому не необходимо, чтобы, говоря об единой природе в человеке, не вследствие тождества существенного качества и души, и тела, но вследствие совершенного равенства возводимых под вид неделимых, мы говорили об одном также естестве и во Христе, где нет вида, который обнимал бы многие ипостаси. Сверх того о всяком сложении говорится, что оно состоит из того, что ближайшим образом соединено. Ибо не говорим, что дом сложен из земли и воды, но из кирпича и бревен. Иначе необходимо говорить, что и человек состоит из пяти, по крайней мере, естеств, и из четырех элементов и души. Таким образом, и в Господе нашем Иисусе Христе мы не обращаем внимания на части частей, но на то, что ближайшим образом соединено на божество и на человечество. Кроме того, если потому что говорим, что человек состоит из двух естеств, мы будем вынуждены говорить о трех естествах во Христе, то также и вы, которые говорите, что человек из двух естеств, введете догмат, что Христос состоит из трех естеств. Подобным образом, должно сказать и о действованиях, ибо необходимо, чтобы было соответственное природе действование. А что о человеке говорится, что он состоит из двух естеств, и что он существует с двумя естествами, свидетель Григорий Богослов, говоря, ибо два естества суть, Бог и человек, так как два естества, так же душа и тело, а так же и в слове о крещении он говорит следующее, а так как мы двойственны из души и тела, и так как одно естество видимо, другое же невидимо, то двояко и очищение с помощью воды и духа.